Вы слушаете канал жааш.клаб «Хозяйка весенних ключей». Церковное предание гласит, что много веков назад Господь наделил святую Евдокию или Апольскую даром воскрешать умерших, а также поручил ей пробуждать землю от зимнего сна. Вот так и стало это преподобно мученице-хранительнице ключей от весенних вод, самостоятельно определяющей время наступления теплых денечков. А потому и неудивительно, что день ее памяти 14 марта был важным праздником в календаре русского крестьянина. История Евдокии и Леопольской житии Евдокии и Леопольской говорит, что будущая святая, самаритянка по происхождению, самаритяне, народ, очень близкий к евреям, родилась в конце первого века в городе Гелиополе, и Леополе, ныне Баальбек на территории современного Ливана. С юных лет эта девушка славилась своей удивительной красотой и слыла самой дорогой блудницей в округе. Со временем Евдокии удалось скопить огромное состояние, превышающее богатство римского наместника города. Однако встреча с христианским проповедником Германом радикально изменила жизнь грешницы. Случайно услышав поучение этого старца, женщина уверовала в Христа Спасителя и, раздав все свои деньги бедным и отпустив на волю рабов, приняла постриг в женском монастыре, что располагался неподалеку от Гелиополя. Здесь строгим аскетизмом и многочасовой молитвой долгое время Евдокия вымаливала прощение у Господа, пока, наконец, не искупила все свои прегрешения. Вскоре монахини обители, видя благочестие раскаявшейся блудницы, избрали ее своей настоятельницей. Но наместник города Диоген, решив, что часть своих богатств бывшая куртизанка припрятала в монастыре, распорядился доставить Евдокию к себе во дворец. По воле Божьей римские воины три дня не могли проникнуть в обитель, но святая, желая пострадать за Господа, сама сдалась прибывшим за ней солдатам. Представ преднаместником, Евдокия поведала мучителю, что раздала людям все свои накопления, но тот, не поверив ей, отдал несчастную в руки палачей. Но тутце небес опустился огненный столб, который превратил в пепел трех солдат Диогена, а ему опалил руку от плеча до кончиков пальцев. И тогда Евдокия принялась молиться за погибших, которые тут же воскресли благодаря ее заступничеству, а наместник же получил исцеление. Увидев это чудо, Диоген и его приближенные уверовали во Христа и пожелали принять святое крещение. Однако после его смерти новый правитель Гелиополя повелел расправиться с необычной монахиней, и по его приказу 1 марта 170 года она была обезглавлена. К сожалению, сегодня местонахождение мощей Евдокии и Леопольской неизвестно, так как они были утеряны несколько столетий тому назад. Однако сохранились крохотные частички этих драгоценных останков преподобномученицы. На территории бывшего Советского Союза такие святыни хранятся в московском храме Зосимы и Саватия и в Спаса и в Фросиньевском монастыре в Полоцке, Белоруссия. Славянский Новый Год для наших предков День памяти Евдокии и Леопольской 14.1. марта, имел большое значение еще и потому, что именно на эту дату выпадал Славянский Новый Год. Испокон веков этот праздник было принято отмечать широко и весело, с народными гуляниями, ярмарками, песнями и хороводами. Наши далекие пращуры еще в незапамятные времена славили в первый день весны славянского бога Ярилу, пришедшего прогнать суровую зиму, просили у него тепла, удачи дал одной и складной жизни. На рассвете молодежь собиралась на самом высоком пригорке в селении для того, чтобы «встретить Ярилу». Считалось, что утром своего «профессионального праздника» он непременно промчится по нему в своем истинном облике сверкающим всадником на белом коне с длинной гривой. В деревнях и селах в этот день никто не работал, хозяйки готовили обильное угощение, а на улицах устраивались кулачные и гусиные бои и всевозможные представления. Ну а ребятишки в этот день ходили из дома в дом, пели весенние песни и получали за свои выступления лакомства. Однако в 1492 году по указу великого князя Ивана III на русской земле Новый год стали отмечать 1 сентября, а обязанности бога Ярилы перешли к весенней святой Евдокии. Бабий праздник так как, согласно преданиям, преподобномученица из Гелиополя самостоятельно решала, когда же на землю придет долгожданное тепло, то наши предки старались всеми силами ее «задобрить». А потому, чтобы порадовать святую, женщины селений накануне ее праздника спешили «изгнат». Продолжение истории читайте на сайте jah.club